В читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка, посвященная Дню Защитника Отечества. Она называется «От первого мгновения до последнего». 1418 дней и ночей жесткого и всенародного противостояния Германскому Рейху. В следующем разделе мы видим основные этапы наших битв, сражений. Это, конечно, Прохоровка, это Ленинград, это Курская битва, это бои за Кёнигсберг, это Сталинград. Посвященная Тане Савичевой небольшие строки В блокноте Ленинградки Тане читаем строчки между строк. В буржуйке протекает мир мерно уже последний уголек, Но остается только в сердце надежда, слабая мечта, Что будет все опять, как прежде, и мама будет здесь жива. Тане Савичевой Следующий раздел посвящен тем произведениям, Тем великолепным произведениям писателей-фронтовиков, Кто был сам на войне. Конечно, это Симонов, Константин Симонов. Это Даниил Гранин, мой лейтенант. Это Борис Полевой. Это Воробьев. Это великолепные стихи Ольги Биргольц. Страница посвящена нашему разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову. Это психология переднего края посвящена фронтовым разведчикам книга. Это Васильев. Азорь здесь тихие. Это Астафьев. Это Гроссман. Следующая страничка посвящена нашему трудовому фронту. Юноше, который работает. Госпиталь, который лечит. И всевозможные, всевозможные трудовые подвиги. А также у нас есть воспоминания фронтовиков. Есть фотографии фронтовиков. Последняя страничка – это Тюмень в годы войны. Это тот подвиг, который… Сибирская земля, конечно, как и все, она также помогала, страдала. Сюда были эвакуированы заводы. Тюменьцы работали. И много есть героев, которые были пуссаны сибирской землей. Здесь вы видите фотографию, когда под Кенигсбергом погибает много наших солдат. И памятник мемориальной кладбища, которое там есть, захоронен один из наших героев – капитан Худяков Виктор Леонидович. Присведения, которые говорят о том, кто эти солдаты, как они воевали. И последняя страничка – это памятник нашим комсомольцам, молодым ребятам, кто уходит на фронт.